Во главе народа и на страже его святыни должны стоять сильнейшие и благороднейшие люди. Благоверный князь Александр Невский Тринадцатый век стал для Руси временем суровых испытаний. Нашему народу предстояло выстоять в нелегкой борьбе с иноплеменниками. Это была пора скорби и смирения. Но помимо горьких поражений, этот трагический период нашей истории принес Руси и славные победы. И прежде всего они были связаны с именем святого благоверного князя Александра Невского. Он был поистине великим человеком. Все, кому довелось видеть его воочию, и друзья, и враги, выражали свое восхищение его силой и величием. По словам современников, своей силой он был подобен ветхозаветному герою Самсону, красотой Иосифу Прекрасному, мудростью царю Соломону, окротостью и благочестием праведному царю Давиду. Незадолго до Батыева нашествия, юный князь Александр был возведен своим отцом, великим князем киевским Ярославом Всеволодовичем, на новгородский княжеский столб. В 1237 году на Русь напали татаро-монгольские войска во главе с ханом Батыем. Опустошив Киев и южные пределы Руси, Батый не дошел до Новгорода и вернулся назад. Господь сохранил владение своего угодника. Чуть позже, в 1240 году, на опустошенную ордынскими войсками Русь двинулась шведская войска. Приблизившись к Новгороду, командующий неприятельским войском рыцарь Биргер отправил к святому Александру послов со словами «Если можешь, сопротивляйся мне, а то я уже здесь, пленяю твою землю». Услышав эти надменные слова, святой князь отправился в соборную церковь и долго со слезами молился. Выйдя из храма, он обратился к своему малочисленному войску. Не в силе Бог, но в правде. Вспомним псалмопевца и его слова. «Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся». Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо. Не теряя драгоценного времени, святой князь со своей дружиной двинулся навстречу врагу. Когда они достигли неприятельского лагеря, Господь укрепил веру русских воинов чудесным явлением. И видел, как по морю плывет ладья, посреди которой стояли святые князья-мученики Борис и Глеб. «Брат Глеб», – сказал святой Борис, – «повели грести, чтобы мы могли помочь нашему родственнику, князю Александру». Промыслительно и то, что битва состояла с 15 июля, в день памяти святого князя Владимира, просветителя Руси. Шведы потерпели страшное поражение. Под покровом ночи остатки шведов бежали в Освояси, а святой Александр вернулся в Новгород с победой, прославляя своего творца. За разгром шведов на реке Неве князь получил прозвище «Невский». Но недолго длилась радость победителей. Тем же летом на Рус пошли немцы и завладели Псковом. Святой Александр вновь отправился освобождать русские земли. Вскоре Псков был освобожден, и князь начал преследование захватчиков. Наконец настала решающая битва, вошедшая в историю как ледовое побоище на Чудском озере. И вновь Господь даровал славную победу русскому оружию. Славный князь на протяжении всей своей жизни доблестно защищал западные рубежи нашей Родины и принял участие более чем в двадцати битвах. Однако был враг, с которым мудрый князь предпочитал решать сложные вопросы с помощью дипломатии. Это был Ордынский хан. Золотая Орда собирала дань с Руси, но не требовала перехода русских в язычество или в ислам. Западных завоевателей интересовало не только богатство. Установив свое владычество, они огнем и мечом начинали насаждать католическую веру. Вот почему святой Александр был столь решителен, когда дело касалось духовной свободы Руси, и уступчив, когда речь шла о денежных податях. Русь платила Кесарева Кесарю, а Божие – Богу. Кроме того, открытая война с ханом могла принести страшные последствия для Руси, еще не готовой к встрече со столь могущественным врагом. Святой Александр ездил в Орду четыре раза. И уже одно это может свидетельствовать о его храбрости. Ведь многие русские князья были убиты в Орде за отказ поклоняться языческим богам и проходить языческие обряды. В Орде был отравлен и отец святого Александра, великий князь Ярослав. Но Господь хранил своего угодника и в бою, и в ханском шатре. Хан сделал Александра Невского великим князем Владимирским, поручив его попечению всю Южную Россию и Киев. Приезжая в Орду, святой Александр не раз добивался для своего княжества определенных свобод. Возвращаясь из четвертой поездки, святой князь тяжело заболел и умер, не доехав до своего стольного града Владимира. Когда весть о его кончине достигла митрополита Кирилла, он со слезами произнес «Чадо мои милые! Закатилось солнце земли русской!» Перед своей блаженной кончиной святой князь принял схему с именем Алексей. Но Церковь почитает его как Александра, ведь это имя означает «Защитник людей». Во дни своей жизни святой Александр Невский был воистину великим защитником нашего Отечества. И по своем отшествии он продолжает представительствовать о земле русской у престола Божия. Будь миротворцем, чтобы сподобиться наименоваться Сыном Божиим. Божия, Божия. Божия! Продолжение следует... Продолжение следует...